Максим Анатольский, он является поднимаемым проектом компании «Проверк». Теперь он говорит «Методорог». Наверное, он говорит «Методорог». Максим «Методорог». И сейчас мы будем добавить, что это активно называется «Система мастер-девтического подхода», которая помогает нам погружаться в проблемы. В его коне происходит с философом «Методорог» и «Методорог» и «Методорог». Спасибо. Спасибо. Я хотел сказать, что я не дизайнер, а директор, и хотел с вами поговорить о дизайне. Вы тут уже точно совершенно с дизайном не один день, поэтому такой вопрос, наверное, от какого слова дизайна произошло? А? Ну, есть такое значение, но в английском два слова. Это sign из знака. И я хотел сказать, наверное, вы не знаете, что, ну, вот sign, он не может происходить от латинского signer – знак. Но на самом деле значение, знак, который был расположен на торговом таком месте, на парикмахерской, на магазине, ну, в нашем понимании, он появился только где-то в пятнадцатом веке. То есть до этого времени в английском языке слово sign означало «жест», взмахнут рукой. И смысл тот, который мы будем вкладывать в эту понятие, он же является с начала пятнадцатого века. Что происходит в пятнадцатом веке? Ее открываются университеты. В России в это время казаки захватывают Азор. И вот так где-то, кстати, казанский хан захватывает московское княжество. И, в общем, где-то к шестнадцатому, к семнадцатому веку, потому что шестнадцатый и семнадцатый век – это середина семнадцатого века, 1642 год, умирают. Галилео Балилей рождается из Саады Ютона. В Англии в это время происходит уже разная революция. Что это означает? Это означает, что народ грозит королеву Парламента его свернуть. Парламент отменяет монополию и монополизм изгоняет из Парламента. Но даже там Парламент отменяет какую-то верховную церковную комиссию, вводится акцесс на пиво, например, на некоторые товары. То есть в Англии уже разная революция – это семнадцатый, то есть через сто пятьдесят лет. И только через сто пятьдесят лет появляется первое значение слова «дизайнер» для человека, который схематизируется, который рисует схемы. И только к концу семнадцатого века появляется смысл дизайнера того, кто рисует. А фэшн-дизайнер появляется в 1966 году. То есть это битву уже за появлением модной индустрии, вернем в Монтроху. И я хотел вернуться вот к этому значению, то есть человек, который рисует схему, потому что я пришел говорить о схеме. Потому что, ну, как мы видим, в дизайне это не только конструирует, а только пока рисует. Я помню, лет девяносто девятых годов, лет двадцать лет прошло. Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать лет назад я увидел, как мы знаем. Представьте себе ситуацию «но» и представьте себе ситуацию «но». То есть это ситуация «эзы», это ситуация «суббит». «как есть сейчас» и «как должно быть в будущем». А потом надо представить переход к неже, чем то же самое. «как есть сейчас». Ну вот, мы здесь сейчас собрались. А для того, чтобы, ну, вообще, нам собраться в более хорошем месте, ну, я представляю нас сидящих в ресторанах. Есть какой-нибудь хороший ресторан, где мы можем собраться. Нам уже собирается. В каком-то? Ну, это пока еще не отмочено. Но мы спросили, купили диджей из ресторана. Значит, мы сейчас сидим здесь, а, значит, в будущем мы соберемся в этот джейн. Да? Да. Значит, чтобы нам собраться в этот джейн. Ну, а мы там как соберемся? То есть мы придем в какую одежду? Ну, скорее всего, как химстеры. Все как химстеры. Все придут как химстеры. А что мы будем есть? Выбивать, конечно. Да. Когда мы будем пробивать, там, изоляция кухни и так далее. То есть вот мы представили ситуацию, которая должна быть в будущем. И теперь вот здесь мы должны представить, как мы туда пойдем в этот джейн. И что нам нужно? Нам надо позвонить, указать. Сделано. Сделано. Значит, выбрать какое-то меню. Будет сделано. Значит, сказать надо всем, что мы должны предъявить, кто... Будет. Значит, а что еще надо сделать? Деньги. А, предупредить, наверное. Деньги, да. Мы можем всех так предупредить. Мы можем всех предупредить, чтобы всех взяли деньги. Значит, всем надо рассказать это. То есть мы можем... Как вам рассказать, мы можем позвать всем смс. Правда? Видите? Всем один телефон. Можно в фейсбуке разместить. Т-т-т-т. То есть понятно, что вот этот берегут, он уже нужен и выкенд. То есть я сегодня встречался со своим товарищем, таким я занимался бизнесом. И я понял, что мы обязательно должны поговорить о ситуации, о которой есть у моего бизнеса сейчас. Потому что то, о чем мы говорим, о которой ситуация должна быть в будущем, она очень сильно отличается от того, что есть сейчас. И то, как мы туда пойдем, нам надо будет прописывать достаточно жестко, точно так же схему. Но в эту схему мы должны только сюда что-то написать. То есть какое-то содержание. Да? Эта схема на меня прикрыла полоса впечатлений 12 лет назад, да? Потому что мне показалось, что я никогда не думал о том, как должно быть, когда нужно работать правильно. То есть у меня, конечно, было представление в голове, как это должно выглядеть. Но я как ситуацию в 2B, его не постоянно представлю. Проект какой-то? У меня еще один вопрос. Вы здесь разделите по группе, но у каждой группы уже есть какой-то проект или нет? А, конечно. То есть у вас совместного пролета вдруг нет? Следующая схема, которая у меня произвела огромное впечатление, я не знаю, кто верал. Это такой контроленд. Значит, вот на этом контроленде была такая цель, нарисованность. А здесь найдем угла для партнера, клиента и сам. И автор этой схемы хотел ей сказать, что когда у вас есть цель, то вы ее добиваетесь в тремя сообществах. Сообществом своих сотрудников, сообществом своих клиентов и сообществом своих партий. Ну такой вот достаточно глубокий смысл, потому что если там возвращаться ко всяким. А вот я в тот проект. Цель? Ммм. Цель? Я? Да. Я в тот проект ремонт. Есть цель из партнера, клиента? Нет, ну я задуманный. То есть это вот мое предприятие. Я в эту цель писал какие-то свои задачи, то есть то, что я хочу сделать, хороший вопрос. Наверное, внутрь? А? Внутрь? Нет, я в коробке. Я вот здесь. А? Ну очень. Нет, ну серьезно. То есть это вот мое предприятие. И я вот так вот олену. Извне. То есть я знаю, какая у меня цель, я знаю, кто мои актеры, если я знаю, то знаю, кто мои приезды, и вот я все с вами с вами. Ну такая тоже достаточно простая схема. Я ее много раз использовал, потому что разграничен где клиент, а где партнеры, это достаточно важно для бизнеса. Потому что, кажется, все же партнеры, или наоборот, все вообще со всеми будем нести себя как с собой. Вот все в уровне приходили на работу, кому мы продаем и так далее. Значит, я стираю. Потому что это не имеет никакого отношения, потому что вообще нет. Рассказывать я буду вам о схеме открытие деятельности, которая была разработана в московском геологическом кружке, где-то на рубеже 60-х годов. Значит, и у него очень такая долгая история, вообще у московского геологического кружка достаточно долгая история. Истоки этой схемы, они вообще в философских трудах рисуют или карты. Наверное, я могу никуда рассказывать, я просто не объясню. Эта схема использовалась в философских трудах. Оно не позволяет образоваться практически, потому что в то время был Советский Союз. И задачи планирования, проедитирования проекта, задачи деятельности не стояла в принципе. А наши варианты. Смотрите. Значит, когда мы говорим о деятельности, мы подразумеваем, конечно, что есть цель. У каждой нити. Есть нити «Исходный материал» и «Конечник работы». И вот мы спрашивали, где он в этой схеме. Вот здесь есть такой архитектор, который задумывался тоже в будущем, и сказал, что я назначу из-за «Исходного материала» и выставил такой продукт. У меня есть доски, и я буду делать из них стулья. А стулья нужны для того, чтобы людям было хорошо, чтобы они удобно сидеть и стоять. Может, чтобы деньги заработали себе? Хороший вопрос. Давайте откроем. Да, что такое деньги? И, может быть, ставить целью заработать деньги. Значит, и вот так вот идет движение у нас из «Исходного материала» и «Конечник продукт». А вот здесь вот есть некие проблемы, которые мы всегда решаем. Такие разрывы, потому что мы не можем сразу из «Исходного материала» и «Конечник продукт». Мы не волшебники. Для того, чтобы из «Исходного материала» идем «Конечник фанат», нам нужны три вещи. Это знания, это опыт и это средства. А в средствах у нас находятся деньги, которые нам нужны, люди, которые нам нужны и всякие инструменты. Я вот молоток там рисую. Да. Вообще, в лекции московского «Интериализированные средства» это называется «Интериализированные средства». Те средства, которые мы можем делать. Опыт. Нам какой нужен? То есть это способности, которые нас есть. Мы о них попросту говорим. Это способность коммуникации. Это способность представить общее. Это способность на эту ситуацию посмотреть в другую сторону, в свинешку. Ну и, опять же, там есть. Способность представить, на котором будет жить этот продукт и так далее. И знания. Ну там, физика, химия, наука. Технологии. Ну? Технологии. Знания? Ну нет, скорее всего, знания не в том смысле в таком науке. То есть технологии, они у них вот у нас средства, либо это действительно знания о технологиях, о формах. И смотрите, что у нас получается. Если у нас, ну вот, есть такое желание делать такой продукт, но не хватает, например, для распространения этого продукта знания один из языка, или нам с китайцами, как говорится. Ну вот, начинаем учить здесь китайцы, на китайский язык, и покупаем у человека знания китайского языка. Ну, конечно, если у вас способностей коммуникативных нет, то, конечно, будет тяжело в этом договориться, принять кого-то на работу, общаться и так далее. То есть нужно просто посетить какой-нибудь тренинг, я не знаю, по развитию каких-то способностей, и так работаем. Вот этот столик заполнился, батарейка. Ну, или там, я не знаю, что мы производим, потому что я сейчас к борту говорю, у нас нет никакого примера, например, этого назначил, потому что, ну, нам, может быть, какие-то средства, нам еще деньги приобрести и так далее, найти место. Я, в общем, рассказываю всегда, что это очень простая схема. То есть это схема о том, как кто-нибудь поедет в Турцию, купил там шутки, кто-то на шутку, и так, в общем, можно жить всю жизнь. Ну, потом каких-то способностей не хватает, смотреть со стороны. А, еще попробую уже видеть, да? Значит, деньги — это индикатор того, работает вообще вся эта схема или нет. То есть если эта схема будущего достигает цели, то есть людям от этого хорошо, то продукт покупает. Если людям никак, то продукт покупает плохо. Это пример того, как раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь важных понятий можно уложить на одну точку. То есть вы там сейчас укладываете, чтобы на своей доске вот так говорить, это вот у нас скажет. Я считаю, что вот это. Потому что именно здесь мы можем говорить, а что у нас цель? Заработать деньги? Ну, когда вы мне задаете этот вопрос, цель — заработать деньги. Я говорю, ну, в цели, в которой заработать деньги, я не понимаю, какой должен быть исходный материал или конечный продукт. То есть если у нас, если мы нашли ту проблему, которая позволяет нам поставить цель, то тогда вы должны проверить, как заработать деньги. Если у вас цель никакую проблему не решает, то, в общем, денег не будет. Ну, грубо говоря, если мы начнем с вами, чтобы заработать деньги, производить розовых слонов, то мы больших денег не заработаем, ну, в моем понимании, потому что я не понимаю, какую проблему решают новые слоны. Если мы с вами все-таки будем думать о том, что мы выпускаем какие-нибудь детские игрушки для детей, и им будет весело, и эти слоны будут еще и пищать, то, наверное, нам надо продумать, какие они должны быть, и мы поймем, как можно будет видеть вот эту вот конечную проблему для решения вот этой цели. Ну, я говорю много, мне, в общем, достаточно тяжело. Я не вижу обратной реакции, я не понимаю. Есть ли это сила на день рождения, который не раздвижает? Тебя надежит, то есть самую пульс акций, что для себя разница? Ну, я не готов вообще отражать. То есть, ну, наверное, можно представить себе, что, ну, если мы поставим цель заработать деньги, то мы играли на бирж. Но на самом деле, я вам скажу, что в этом примере, который вы привели, есть цель убежием сделать нашу жизнь легче. И вы участвуете в качестве средства, в их проекте, в качестве партнера, но в качестве средств. вы являетесь инструментами в стяжении их целей. Ну, там можно спорить о том, где там исходный материал, где конечный продукт, но это их правило. Это не ваше правило. И для меня вот всегда большой вопрос. Я участвую в своем проекте? Я придумал какое-то будущее? Или я участвую в качестве инструмента в чьем будущем? А на что это влияет? Ну, все. Ну, по себе. Как ли это пойдет? В принципе, если вы участвуете в качестве инструмента, то у вас гарантированное закон. То есть вам за то, что вы вступаете в качестве средства, вам платят деньги. Если вы придумали свой проект, то вы сами привлекаете ресурсы, сами можете менять исходный материал, сами регулируете свое время. Это гораздо интереснее, во всяком случае. Потому что свой большой проект со своей целью – это то, что освобождает человека. Эта же схема может быть репурсивна. Будучи инструментом, я же могу поставить и свои. Конечно. Вот здесь у каждого такая схема у нас есть. Все правильно. Значит, хотел вам еще раз сказать, потому что у нас была дискуссия с Марией о целях и задачах. Как разделять цели и задачи. Значит, интересно, что задача в английском языке слова «таск» произошла от английского слова, вернее, является родственником, с английским словом «текста налога». То есть задача – это то, что вот ты как вот налог вот так вот должен сделать. То есть вот так вот прямо как отдать. Ну, в русском языке их задача – это то, что заодно. Ну, и должно быть с диалогом, соответственно. С целью очень интересно. Первый раз в значении вот в том, в котором мы употребляем, одно из самых древних слов – это слово «батт» английское. А по-французском она тоже скоро применяется «батт». Значит, это удар головой. То есть, по сути дела, где-то до 13-го века человек и не ставил себе никаких целей. У него была, конечно, цель выжить – ударить головой своего соперника. То есть ударить в руке соперника и выжить. А у вашей племенному была же цель – захватить участок? Ну, смотрите, они не отражали никак в языке. То есть, если у них были цели… Сейчас я буду, ну, скажу вам… Ну, как же, перевод на базар. Он же прошел? Смотрите, да. Значит, где-то с 14-го века в английском языке появляется слово «тарник». Ну, знаете, да? Тарник – цель. Тарник, оказывается, произошло от французского тоже «тарника». Маленький, крупный щит. То есть, по сути дела, границы и цели тех племен были там, где начинаются щиты и продукты. То есть, вы говорите, вперед наказал. Правильно. Кроме чужих щитов, целей никаких не было. Ну, то есть, землю возделывали, продукты потребляли, стулья, наверное, делали, умели делать оружие, но не формулировали в проектной логике, никаких своих целей. Ну, точно так же, вот я нашел хороший пример, как муравист строит муравий. У них же нет споров, дискуссий по поводу целей и так далее. Смотрите, как я делаю сооружения большие гиганты. То есть, работа-то вела, а деятельность бы факт. Но языка, в котором это все можно было обсуждать, не было. И я точно так же хочу сказать, что язык, который про деятельность, про проект, он только начинает формироваться. То есть, видите, слово дизайн появилось, я вам сказал, в 1640-х годах. Слово фэшн дизайн появилось в 55-х годах. Да. Просто связано как раз с целью, а когда Китай не менялся, что образом, в том числе, 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 в том числе и в том числе. Вы знаете, очень интересно, просто не могу вот видеть, потому что я являюсь специалистом в китайском языке. То есть, я обязательно это сделаю, потому что мне самому это очень интересно. Не могу. Скажите, а может быть, тут в этой вашей схеме, которая называет, вот значка доллара не стоит, потому что было сделано в методологическом пушке в 50-е годы? По-моему, значит, курска. Деньги. Нет. Знаете, я пришел к росту, что деньги – это индикатор. Это индикатор того, как работает схема деятельности. И вообще, как работает ваша деятельность. Вы можете мерить в деньгах, можете мерить в улыбках, можете в лайках видеть. Разницы-то никакой нет. Довольны люди всем, как решаете эти проблемы? То есть, вернее, проблемы решаете или нет? Да. Скажите нам, что деньги, они не могут быть для этой цели, потому что цель заработать деньги не отвечает на, например, вопросах, как это сделать. Поэтому они вообще не могут быть целью. И вы знаете, цель-то может заработать деньги. Но просто будет ли это целью в смысле деньги? То есть деньги заработать можно всегда. Можно взять продавать карашки, можно мыть баллы. То есть вы же говорите о хороших деньгах, ну, хотите думать о хороших деньгах, соответственно, нужно думать о хороших целях. Надо решить такие проблемы людей. Кстати, слово «проблема» — это родственное слово со словом «цель». Потому что, ну, в русском языке, кстати, можете это проследить, по английскому тоже самое. Есть слово, например, такое «мечта», да, в русском языке. Или, наверное, не знаю, там много всего с мишенями было связано. То есть это тоже родственное слово. Это метод, то есть то, что мы ставим как метод для того, чтобы достичь. Точно так же, как тарак. И проблема слова, оно родственное со словом «про белого». То есть это тоже то, что брошено вперед. То есть когда мы ставим цель, мы бросаем что-то вперед и потом пробуем этого достичь. То есть рисуем круг из будущего, который я рисовал, и идем круг. Так, собственно, слово «проблема» является родственной стороной или обратной стороной цели. Это то же самое. Поэтому, когда, ну, в языке это все очень, как бы, красиво звучит. То есть когда мы говорим «поставить цель», то же самое, что «решить проблему». Ну, не знаю, мне кажется, я как-то неубедительно говорю про деньги. Ваши деньги не могут быть целью просто потому, что они вам всегда нужны для чего-то. А вот чтобы быть чего-то, вот это будет ваша цель. А деньги, они целью, вот, и что могут быть? С ресурсом, вообще-то, положим? А цель пойдет? Нет, тоже хороший, да, тоже хороший ответ, точно. Нет, ну, как минимальные цели подразумеваются не просто деньги, а очень большие деньги. Не те, которые нам просто нужны для защиты. Ну, если вы себе поставите задачу? Да, я считаю, что заработать деньги – это не цель, это такая задача, значит, то наверняка вы ее решите. Ну, потому что она достигает. А когда мы говорим о том, что надо поставить цель, мы говорим, что надо решить чью-то проблему. Вы знаете, я вот саду сейчас, да, пропустите, так, как-то фиксирую тебя, и перерисую понише. Наденький статус. Что это? Прощущий образователь. Здесь знание способностей средств. И я взял это все вот так вот пунктируем, потому что когда у нас вот это все есть, то этот акк деятельности наш небольшой, он обретает смысл. Ну, а давайте я вас спрашиваю, а что мы можем взять цель? Ну, что, подходит? Что? Из головы? Да. У меня есть личная штука, если что-то не нравится, ты хочешь менять. Я не устраиваю. Это потери часа с ней, вынуждена. Ну, то есть, смотрите, вот. Ну, по сути дела, мы уже все нормальные люди, как минимум, у нас есть задача каждого дня вставать. Вот откуда люди берут силу, чтобы вставать каждый день? У кого-то чистая посуда, у кого-то грязная квартира. То есть, одни моют, а у других она скажет. То есть, это такая штука, это разница картин мира. То есть, один хочет вставать, ему каждый день хочется, по-моему, воспринимать мир, а другому не хочется вставать, и мы их, по сути, в принципе, в семье не приучили. То есть, здесь вот у этого архитектора, который у нас здесь все-таки цель в таком принципе, и начал выпускать стулья, начал делать. У него вот здесь вот где-то в знания есть такая штука, как видение мира. То есть, вот он так воспринимает мир. Вот вы сказали наблюдать, вы сказали, что когда мне что-то не нравится, я хочу это изменить. Еще кто-то сказал, что из головы. И это все правильно. Потому что ребенок рождается, в семье, видит какой-то мир. Его мир маленький сначала, мама, папа. Потом он пошел в школу, он видит мир по-своему. Потом он, может быть, съедет его куда-то загородить, посмотрел, как там. Ну, я поехал, там, в Индии, в США. Чем больше он ездит, тем больше у него есть возможности наблюдать в голове, то, сказал бы, из головы. И от этого рождается в голове вот это представление о том, что вот так вот должно быть, а вот так неправильно. И чем сильнее вот это представление о том, как устроен мир, тем сильнее хочется поставить себе цель и изменить мир на то, как он должен быть устроен. И это вот заставляет работать. Значит, это я закончил как бы второй этап. Сначала я рассказал про деятельность. Потом я рассказал о том, откуда брать цели. А сейчас я расскажу третья такая глава, как мы наступили. Это как вообще мы управляем собой деятельностью. Ну, вообще, вот это карта любого проекта. Кстати, очень интересно, что слово проект, оно в греческом языке имеет название промет. Какое слово будет называть? Промет. Промет. Ну да, и метод, конечно, тоже. Но промета, прометея. Цель, прометея. Мета, цель, да, прометея. Ну и в русском языке, в старом русском языке, метод тоже была цель. Мы удержали здесь такие строчки, когда бы нам поставить метру, чтобы счастье доставить свету. Значит, прометей, это думающий дом. В переборке. Думающий дом. У него еще был брат Егеметей. Вы помните, Прометей принес с патогонью людей. А Егеметей знаете, что это делал? Он, ну, прометей дал знания, а Прометей, ну, во-первых, женился на Пандоре. Помните, да, который ящик открыл и все детки для людей. Это Зевсен предложил жениться на Пандоре, а Прометей просил у Прометей не жениться. Прям очень красиво. Но тут его не послушал. А еще и Прометей, значит, все способности, самые хорошие, раздал животным, а не ду. То есть Прометей думал ну, а Прометей после. Значит, и смотрите, то есть вот в языках как это все окружено. То есть вот что мы должны делать, когда мы мыслим проект? Думать дорого. Ставить, ну, промет, да? То есть думать дорого. Ставить себе мет мы должны. Я говорю, что относитесь к этому проекту. Значит, а дальше в методологическом сообществе, в Московском методологическом кружке, была разработана такая вот техническая схема. И этим, кстати, вот те открытия, которые сделаны в Московском методологическом кружке относительно управления, деятельность отличается от других западных менеджеральных теорий. Московский методологический кружок вводит вот здесь вот в такой называемый рефлексивный сбор. Что такое рефлексивный? Сама, знаешь? Она характерна рефлексивной деятельности. Ну, то есть это отражение деятельности. Ну, в смысле, отражение рефлексив, это тем, что это отражение. То есть как бы нам надо вот отсюда выйти вот в этот рефлексивный сбор, сюда, и посмотреть вот психологию рефлексии на себя со стороны, да? А здесь мы говорим посмотреть на свою деятельность со стороны. Вот так, вот сюда выходим. Вот этот вот чувак у нас был архитектор. Он вот так вот вышел, и теперь вот смотрит. А что я тут вообще наприкулку? Он архитектор какой? Ну, можно про дома говорить. То есть он дом написал. Дальше. Значит, ему надо на этот проект, если я там свой дом нарисовал, мне надо, наверное, деньги найти, да? То есть я начинаю мыслить как инвестор. Вот здесь вот позицию инвестора. Значит, хорошо. Теперь я деньги как бы приготовил, посчитал. мне нужен программ. Да? Я говорю административный директор. Такой. Это вот у нас был архитектор. Этот вот инвестор. Этот вот программ у нас административный директор. Мы устроили предостроителей на ней. Ну, здесь вот всеми средствами занимается инструментами и так далее. Значит, потом я вообще должен сдать позицию потребителя, согласовать там, знаете, там, с женой, с детьми, как там у меня все будет устроено. Нарисовать-то я отрисовал. Но мне нужен взгляд потребителя. Потому что если у меня родственник метр восемь, то мне, наверное, надо там, нет, лучше два десять, то мне, наверное, надо повыше сделать прольновыми дверными и так далее. То есть, ну, как-то вот с точки зрения будущего потребителя посмотреть на весь свой проект. Потребитель. Да? А потом еще, знаете, такие штуки бывают, вот, когда строишь. То есть, тут вот открыли какой-нибудь новый пенобетон дешевый. Или там, материалы какие-то еще новые появились. Или красные. То есть, я вообще должен за это совсем тоже как-то отслеживать. У меня появляется позиция, которую я называю бесправдой. И еще вообще, мне нужна одна позиция такого фасилитатора. Знаете такое слово, да? Такого организация вот этой схемы. У тюрьмы. Чтоб мне самому с тобой еще так-то в мире находиться. То есть, не перерываться. Ну и вот эти вот все позиции, они вам потом, не знаю, как это геометрическая фигура называется. Раз, два, три, четыре. Восемь, шестер-бой, и дальше шестер-бой. Да. А тут, по-разному, еще полонный. Вот это вот то, что я нарисовал, это позиции из рефлексивного сбора. И каждая эта позиция управляет действием. Как оно управляет? Значит, смотрите, вот, например, потребитель, он управляет у нас с точки зрения потребления. Если мы сделали плохой продукт, то он не покупает. Воскоскому экологическому ружке, вернее так, в флитуре, вы знаете, что схема управления обозначает кубик. То есть, вот здесь вот у нас иерерка, здесь у него два замка, вот так вот истрелочек. Первый, сам второй, ему, значит, это может подчиняется отдел маркетинга, и этот отдел, ну, не знаю, продаж. Значит, а этот тут у нас с инженером еще подчиняется, и еще кто-то есть. И вот так вот они, вот так вот иерархическую структуру вот так подчинят. Усправление, да? Наскоский методологический кружок решил, что это неправильно обозначить, потому что управляющая система полностью запаснает управляющими. То есть, если не захватило управляемую систему, значит мы управляем. То есть, тогда я вот так вот охватываю видимость, и все. Вот вы скажете, как? Я вам скажу, потребите, представляете, обычных вот этих вот телефонов, да? 20 лет назад и 10 лет назад. Вот он решил, я не буду больше пользоваться вот этими. Ни дисковыми, ни кнопочными. А те, кто вот здесь вот пропускали эти телефоны, они об этом еще должны знать. И он за них, смотрите, он вот здесь вот ни директор, ни главный бухгалтер, никто вообще, ни дизайнер, просто потребитель. Он за них решил, что, ребята, главный момент действующий, мне надо сниматься. Не будете вы ей заниматься. Я бы не дам. Или там, допустим, вот который без практики. Значит, ну и не знаю там, ну какой-нибудь тоже, я тут решил. Ну, будем выпускать айфоны, да? Значит, им будут вовремя сориентироваться. И они вот захватывают вот всю деятельность. Отнимают конкурентов, отнимают ресурсы, все закрывают. Управляют. Да? Ну, директор понятно там работает. А тот, который придумал это, да, он тоже управляет. Он говорит, что. Ну, там, пророк приходит, говорит, а я послугу сделаю. А архитектор говорит, послушайте, вот проект. Делать надо вот так. Он тоже, может быть, не директор, да? Но у него есть идеи. И он тоже может управлять. А уж инвестор, если денег нет, то он точно управляет. Вот, смотри, я вот такие, как вот, дурья-то с вами. Как это все управляет? Ну и в общем, происходит. Помните, я вам как предприниматель рассказывал на том же том суде. Вот у него что-то перестали покупать. И он, ну, гель, и все. Да у вас, наверное, много этих знакомых, которые бизнесом занимаются, как вороги. Они строят, 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 строят. Потом, раз кризис, они все строят, все чуть-чуть действуют. И в этот момент-то нужно увидеть, когда с рефлективной смогут. Подумать, а что мы делаем? Осталась ли у нас та цель, которую мы строим? Или мы денег заработаем? Достаточно ли у нас денег? Может, надо же друзьям посоветовать, то ли мы делаем или нет. Потому что, в основном, в компании, с которыми я сталкиваюсь, отсутствует самое главное. Люди не разговаривают друг в другу. Есть отделы, собираются на совещания и так далее. До недавно важной компании продают программные задумки, достаточно много, на 40 миллионов незакрытых счетов факторов. Ну, я не понимаю, как можно незакрытых, вообще добиться того, чтобы компания незакрытых на 40 миллионов счетов факторов. Не знаете ли это ответственность? Директор, главного уголка, деменчеров, которые работают с клиентами. Но это означает, что они не разговаривали никогда друг с другом, как вы решите эту проблему. Ну, такую бы проблему было. Ну, сейчас, может, для них это не проблема? Нет, ну, мы же не надо ничего решать. Все хорошо. Конечно, не проблема. Для вас, правда. Нет, ну, так-то, когда сдавать отчеты, ну, конечно, проблема. Потому что у них все это где висит? У них же это не висит, как электрикторская продолжность. Там, или на междебирок. Они это все вешают на какие-то, там, непокрытые убытки, там, еще на что-то. То есть, что тут стоит? Бухгалтер там что-то рисует. Вы думаете, куда бы это все перевести? Потому что... А? А? Они понимают прекрасно, потому что... Нет, послушайте. Ну, я же это вставаю. Это большая беда. Просто она там беда, а она не формулирует. А это беда для собственника, или для беда... Или беда для вас. А это беда для персонала, который... А почему вы назвали так икрую, если они сами не дают нам такого определения? А вы получаете процент с выписанным веществом от нужного товара. А дальнейшим ситуациям у них не беда для собственника, а не для тех людей, которые... Ну, здесь я понял. Конечно, для собственника. Конечно. Понятно. Поэтому, а собственник не подозреваем. Он вот здесь там, то есть он местный. То есть, он тоже управляет. И у него это беда. Значит... Поэтому у меня дальше с вами работа такая. Вот у меня здесь дискисок. И мы нашли вот эти все позиции. И я попрошу сейчас Лею Маркову, Татьяну Батриченко, Галину Левну, для президента Евгании. И я оставляю этого... Для президента Евгения земля. Значит, пожалуйста. Так... Ніęз一个... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что я вот это все, кроме потребителя, но я часто встаю сам на позиции. Я думаю, а как вам потребитель того, что я делаю? И постоянно ставлю его лучше практику. Я вот про себя рассказываю так, что мне в своем бизнесе интересно всего следить за лучшими практиками. Поэтому я как инвестор, собой как директором, очень недоволен. Потому что я, в общем-то, потребитель, хотя я вам добрался, слежу, да, стою на позиции потребителей, но потребитель не очень внимательно обращается. То есть смотрите, я на свой бизнес смотрю из этой рефлексивной позиции. Ну вот вы пришли же все из реального бизнеса. Я не спрашиваю, а вы инструменты в своем бизнесе, в чьих-то проектах. Я все-таки прошу вас подумать о том, а вы все-таки какую позицию замещаете у себя в своем бизнесе, в том, чем вы занимаетесь на самом деле. То есть в той жизни не здесь, а там. То есть кто вы? Ну вы можете посмотреть, можете отметить все позиции, да, которые здесь перечислены. А можете сказать, что я, наверное, все-таки вот директор, потому что у меня назначили, и я директор. Или там я вот архитектор, потому что я придумываю какие-то продукты.